инвестиции в квартиру безусловно самые популярные по ним есть много информации в интернете в рамках нашего проекта я просто обращу внимание на детали которые не часто встречаю у коллег а заодно отвечу на те вопросы которые поступили по этой теме покупать новостройку или квартиру на вторичном рынке это зависит от вашего настроя покупку на вторичном рынке немцы называют купил как увидел покупку новостройки купил как пообещали если вы покупаете на вторичном рынке то у вас нет никаких гарантий поэтому важно при осмотре квартиры обращать внимание на все чтобы избежать возможных рисков на вторичке читайте протоколы собраний тсж минимум за три года лучше за последние 10 лет вообще тсж обязаны раз в год проводить эти собрания и вести эти протоколы документы должны быть у управляющей компании которая ведет собрания найдите их там будет много интересной информации о вашем объекте практически эта история здания если мы покупаем квартиру новостройки то мы купили как пообещали это означает что вам чаще всего дают красивый рекламный проспект с картинками которые в 90 процентах случаев отношение конкретно этому объекту не имеет их покупают на платформах где продаются красивые фотографии или в лучшем случае для вас фотографируют объекты которые уже возвел этот застройщик но это только фотографии и ваша квартира не будет выглядеть так чтобы понять как она будет выглядеть нужно прочитать описание по строительству там все должно быть прописано очень четко какие окна какая шумоизоляция какой фасад какая лестничная клетка будет ли лифт какое отопление должно быть прописано все вплоть до стоимости плитки ванной и кухне паркет за 20 евро или за 60 за квадратный метр это ведь большая разница не пожалейте денег и обратитесь к инженеру-строителю специалисту который мог бы посмотреть это описание по строительству и про анализировать когда вы покупаете новостройку вам дается гарантия 5 лет или четыре года желательно чтобы вы отрегулировали гарантию на пять лет по гражданскому кодексу бгб или по своду документации для строителей и архитекторов гарантия начинает действовать с момента приема квартиры если вы видите какие-то недостатки возможно имеет смысл подождать потому что гарантия начнет действовать в тот момент когда вы квартиру приняли для вас выгоднее будет продлить этот срок на максимальное время что еще важно при покупке квартиры если квартира сдана в аренду то договор аренды будет действовать дальше вам не нужно заключать новый вы можете расторгнуть договор аренды для использования квартиры под собственные нужды срок до 9 месяцев прописан законе важно что вы расторгаете договор именно из-за собственных нужд этот момент может быть проверен и если будет установлено что квартира не используется вами или вашими родственниками а сдается в аренду или используется третьими лицами то предыдущий арендатор может потребовать от вас компенсацию ущерба за то что его выселили эта проверка возможно в течение двух лет не все договоренности с арендатором прописаны в договоре аренды поэтому важно проверять корреспонденцию скорее всего между управляющей компании и собственником велась какая-то переписка бывает что в договоре прописана одна сумма а де-факто имеется особая договоренность чтобы обнаружить ее вы также можете проверить выписки со счетов за последние три месяца и узнать за что платил арендатор первое посещение квартиры вы делаете для того чтобы определить насколько вы в принципе готовы покупать квартиру 2 встреча должна быть проведена собственником и вы должны задать ему максимальное количество вопросов дело в том что маклер несет ответственность только за ту информацию которая ему известна и он должен вам ее правильно передать но если продавец дал маклеру ложные сведения маклер не обязан выяснять ложные они или нет а вот сам продавец на встрече с вами обязан говорить правду если он вас обманул или что-то недосказал хотя вы достаточно конкретно ставили вопрос он несет за это ответственность поэтому на вторую встречу обязательно возьмите свидетеля чтобы кто-то мог подтвердить ваши слова законспектируйте все что вам говорил продавец задавайте как можно больше вопросов связанных с гарантией были ли какие-то протечки жаловались ли арендаторы на плесень какие ремонтные работы производились какие жалобы были у арендаторов потом на основании этих ответов вы заносите информацию в договор купли-продажи если впоследствии кто-то из арендаторов скажет о десятилетней плесени на потолке а продавец об этом умолчал он должен будет возместить возникший ущерб но прийти к этой компенсации можно только выше указанным способом если вам не удается встретиться с предавцом при осмотре квартиры это не страшно вы можете встретиться с ним при сделке купли-продажи конечно есть возможность что вместо продавца будет присутствовать его доверенное лицо и предавец вообще не будет находиться на сделке настаивать скажите что хотели бы его видеть даже если вам скажут что продавец находится в другом городе скажите что вы приедете туда чтобы убедиться что конкретный человек существует и он не вымышленное лицо это максимально обезопасит вас от рисков связанных с квартирой следующей серии проекта в чем разница между доходными домами и квартирами подписывайтесь на youtube канал при анру ставьте лайки спрашивайте комментируйте чтобы не пропустить новые серии проекта нажмите на звонок оповещения в следующей серии Продолжение следует...